Всем привет! Кто меня не знает и видит первый раз, меня зовут Настя, я блогер, контент-мейкер, фотограф. И хочу сказать огромное спасибо Рестору, что в тот раз пригласил меня к себе в гости, и я очень рада, собственно, здесь находиться. И сегодня я расскажу о том, что знаю, и хочу сказать, что я вообще люблю учиться, постоянно учусь, и этим своим опытом, который я научилась, делюсь с вами. Поэтому очень надеюсь, что сегодня вы подберете для себя что-то новое. Итак, начнем. Первое, про что я хочу рассказать, это, собственно, про возможности камеры iPhone. Кстати, вам, возможно, будет казаться, что я говорю какие-то банальные совершенно вещи, но, как показывает практика, совершенно не все об этом знают. И, так что, собственно, работа с экспозицией. Я думаю, что все знают, как работает с экспозицией, я буду показывать сразу вам на примере фотокамеры. Итак, вот у нас камера есть, тоже, как казалось бы, такая обычная, суперпростая вещь, но ее знают абсолютно не все. Итак, вот у нас есть камера, и чтобы сфиксировать экспозицию, нам нужно всего лишь нажать на тот участок камеры, который нам необходим. Это либо светлый участок, либо темный участок. И таким образом экспозиция у нас фиксируется. Но экспозицию также можно фиксировать нажатием на экран, плотным. Когда мы держим экспозицию полностью на экране, появляется только квадратик, и экспозиция никуда не денется. Это очень удобно, когда, например, у вас есть какой-то объект, за которым нужно следить, но в этот момент объект двигается, и чтобы прям точно всегда на него попадать, мы фиксируем камеру. Об этом знали все, да? Скажите, пожалуйста, все. Нет? Нет. Ура! Смотрите, да, вот еще раз показываю, что нужно задержать палец на экране и появляется фиксация экспозиции и фокуса. Также можно ползунком вверх-вниз таким образом повышать и понижать экспозицию. Вот так. И то есть как бы вы ни двигались, мы вернемся сюда, и оно будет в том же положении. Вот так вот. Это работает. Так, следующее, про что я расскажу, это режим HDR. Режим HDR уже относится не к таким простым вещам, однако тоже мало кто знает, что этот режим у вас включен автоматически уже с моделей, по-моему, седьмых. Его не нужно включать, он всегда есть в вашей камере. То есть вот камера, и здесь вы не видите значка HDR. Если у вас модель ниже, то, возможно, она у вас появится. И для этого вам нужно просто перейти в настройки, в настройки камеры вот здесь. И так. Короче, я, наверное, не буду сейчас в это углубляться. Скорее всего, у вас уже есть Smart HDR. HDR – это как раз-таки та функция, которая всегда уже включена в ваш телефон. И что это вообще такое? Я сейчас вам постараюсь объяснить. HDR – это High Dynamic Range. Такая функция, которая совмещает сразу несколько снимков с самой высокой экспозиции, самой низкой экспозиции и фиксирует их в один кадр. То есть, смотрите, эти вот два снимка сделаны как раз-таки на этом режиме. То есть, получается, если бы мы фотографировали на обычном, у нас был бы либо я была засвечена полностью, и все остальное было темное, либо наоборот. А режим HDR, он делает примерно 5-10 снимков, и таким образом совмещает все в одну. То есть у нас и небо хорошо видно его, и видно меня, и таким образом получается такой снимок. Кстати, я расскажу еще про приложение, которое называется CortexCam. Это приложение, которое делает от 10 до 100 кадров в секунду. То есть, если режим в iPhone делает 5-10 кадров, то здесь можно автоматически выбирать, и таким образом получается 100 кадров складывается в один кадр, и получается картинка светлая, не засвеченная, и все в ней хорошо просматривается. То есть мы можем сейчас даже попробовать сделать это здесь, фиксируемся на этом. И очень важный момент, что когда вы фотографируете в режиме HDR, либо в этом приложении, очень важно, чтобы ваши руки не двигались, так как эти кадры потом будут совмещаться, и, возможно, будут идти такие волны и непонятные штуки в вашем телефоне. Так, попробуем сделать. Вот, пошли у нас делаться кадры. Правда, видно, что сейчас оператор наш двигается. Сейчас интересно, что получится. Вот, смотрите. Собственно, что и вышло. Тут плохой свет, поэтому вообще нужно делать как можно меньше кадров. Так, программа называется CortexCam. Да, еще, если у вас будут какие-то вопросы, если я как-то непонятно быстро говорю, пожалуйста, поднимайте руки, будем с вами это обсуждать еще более детально. Программа называется CortexCam, она находится вот здесь. Обычно ей пользуются в то время, когда очень мало света, и нужно поймать какие-то участки, которые будут как раз-таки вам в этом помогать. Так. Портретный режим. Про портретный режим, я надеюсь, вы все знаете, это режим, который когда появился в моем телефоне, я просто сказала, что как это возможно, это же настоящая находка для любого фотографа, блогера, и так далее, потому что с помощью этого режима можно сделать фотографии, собственно, как на любую зеркалку. Если обратить внимание на это и на эту, кто может подумать, что это сделано на iPhone. И как пользоваться режимом камеры, портретом? Так, ну, он автоматически приближает объект. Нужно также фокусироваться, чтобы выбрать фокусировку правильную, на руке, либо вот на кольце, но также у нас нужен хороший свет. И вот мы можем видеть, что идет размытие по объекту. И важно понимать, что очень важно в таком формате, что когда вы фотографируете в режиме портрета, чтобы длина от объекта до вашей камеры составляла примерно, по-моему, 2 метра. Это будет прям правильно. То есть объекта должна быть подразделяется? А? Объект не только лицо, но объекта. Да, конечно. Вот именно портретный режим очень хорошо, когда вы делаете кадры предметные. То есть, например, стоит у вас какая-нибудь баночка, вы ее поставили, цветы, и отходите на 2 метра, и прекрасно будет все у вас сфокусироваться, и сзади все будет размыто. Вот, это будет прям отлично. А в всех источниках пишут, что только полезно? Нет, абсолютно не так. Странно, разночтение? Нет, я могу вам даже показать. Сейчас мы на примере, собственно... Крошения, если они будут лежать, то это будет не совсем заметно. Сейчас я покажу на примере своего Инстаграма, что я фотографировала на портретный режим. У меня есть пару кадров. А фильтры? Фильтры, да, я сегодня тоже про все это буду рассказывать. На портретный режим сделана вот эта фотография. То есть, не только лицо, как вы можете видеть. Здесь нахожусь я... Здесь есть лицо. А если снимаете там, где лица нет вообще? Нет, он все равно, конечно, будет фокусироваться. Но посмотрите, даже вот сейчас с рукой мы с вами берем, и хоть цвет плохой, мы можем видеть, что сзади все размыто. Ну, то есть... Это в какой-то прошивке новую исправили, да? Там, кстати, недавно информация говорит о том, что... Нет, все у меня складывается на своем опыте. То есть, я фотографирую... Ещё раз, очень плохо слышно. Можно, конечно, предметы... Ну, да, это очень странно. Две камеры. Ну, в моделях, в которых есть портретный режим, естественно, кадры совмещаются. Ну, придется, придется обновлять. Так, портретный режим. И, собственно, ещё хотела рассказать не только про Cortex Cam, которые совмещают несколько кадров в один. Ещё есть приложение ProCam. Это, собственно, похоже на такую зеркалку в вашем мобильном устройстве. Почему? Потому что те, кто занимаются фотографией, знакомые с режимами ISO, экспозиции, балансом белого, и вот именно это приложение, это настоящее, получает, да, зеркалка в вашем телефоне. То есть вот я сейчас тоже вам буду показывать, что также есть экспозиция, то есть мы фокусируем. Однако вот мы выбираем это значение. Это значение экспозиции и ползунком... А, нет, подождите, не ползунком, извиняюсь. Можно значениями вот этими повышать и понижать экспозицию. Вот, от таких значений, от 4 до 5,5, точнее до минус 4, до плюс 4. Выберять экспозицию вот таким вот образом. Это тоже очень удобно, потому что все можно настраивать вручную, как в своем фотоаппарате. Также ISO, это светочувствительность. Но я это приложение использую в том случае, когда мне нужно, например, сфотографировать огоньки. Многие знают, когда фотографируют бенгальские огоньки, либо огоньки на фоне. Я беру и вот этим вот ползунком, это фокусировка, могу размыть все изображение и сделать его в таком формате. То есть это вот я использую его, наверное, чаще всего именно в этом. Ползунок сюда, все четко. Ползунок сюда, все размыто. Вот, это приложение ProCam. Так, двигаемся дальше. Расскажу еще про формат изображения тоже. Я думаю, что всем известно, что чаще всего используется формат JPEG. Это формат, который подходит и по камерам, и по телефонам. И телефон, собственно, тоже снимает JPEG, и ваш телефон снимает JPEG. Однако есть форматы RAV и TNG. Формат RAV — это формат, который содержит в себе больше всего информации. И из этого формата можно дальше вытягивать по цветам, по цвету, по свету, делать из него разные штуки. Поэтому если вы хотите… То есть если у вас исходный кадр достаточно хорош, вам достаточно JPEG. Это также размер пикселей. И либо если у вас плохой кадр изначально, и вы хотите его потом сделать, с ним что-то невероятное, то советую снимать RAW. И в RAV можно снимать на iPhone. Это делается при помощи камеры Lightroom. Вот приложение Lightroom. Вот здесь вот, внизу. У него есть своя камера, и там же есть этот режим. Так. Вот здесь, кстати, видно про возможности ProCam. Ой, извиняюсь, CortexCam. Когда вот снимается как раз-таки, он избавляет от шумов, когда накладывают несколько фотографий. Вот это сделано в обычной камере, это сделано при помощи CortexCam. Так же, как и эти два изображения. Я думаю, видно разницу. Когда накладывается много кадров, это избавляет вас от шумов. То есть в плохом освещении очень помогает. Вот. CortexCam. Дальше я хочу поговорить с вами про, собственно, свою работу. Как я говорила, что я как дедмейкер, я снимаю для многих брендов. И расскажу сейчас, из чего я исхожу, когда создаю собственный кадр. Первое, когда я настраиваю, собственно, композицию, я обращаю внимание на работу с перспективой. Все знают, что такое перспектива, как она работает. Кто-нибудь? Хорошо. Так, перспективы — это то, как мы видим объект в пространстве. Например, на вот этих двух фотографиях видно, что перспективы у нас находятся в повернутом положении. То есть, смотрите, мне нужно какой-нибудь доброволец. Сейчас кто может? Отлично. Здравствуйте. Я Настя. Приятно познакомиться. Так, Вероника, вам нужно встать, наверное, там, где вы стояли. И я сейчас покажу, что когда я начинаю фотографировать... Так, где же у нас фото? Мы всегда как держим? Как чаще всего вы держите телефон, когда фотографируете? Вот просто. Вот прямо на уровне рук. Так, вот, правильно, стандартно. Очень есть распространенная ошибка — это когда люди берут и фотографируют вас чуть выше, когда им кажется, что это происходит лучше. То есть, а сейчас что вы видите, когда я приняла камеру? Маленькие ноги, большая голова. Маленькие ноги, большая голова. И всегда, когда я фотографирую себя, фотографирую кого-то, я всегда сижу на коленях. Вот так. Я стараюсь делать так, чтобы ноги были длинными. Вот, вот, видите, сразу. Это сразу работает. Вот, и сразу девушка у нас стала, как... То есть, она была, но эффект не смотрится на моей камере. То есть, всегда нужно опускаться вниз, либо вот так, и все мои фотографы, я всегда тоже сижу только на корточках. Это делает наш кадр, собственно, таким, как вы видели. Спасибо большое. Я сейчас расскажу, что если все-таки у нас не получилось изначально сделать кадр с такой перспективой, то есть, какой мы видели, поворачивая вниз, назад, вверх, то перспективу я могу повернуть в приложение Вскок М. Я думаю, вы многие знают, да? Вот, все знакомы. Вот, приложение Вскок М. Очень наглядно сейчас покажу это на примере фотографии с флагом. То есть, она была сделана в таком формате, то есть, ну, в обычном. То есть, я не задумалась, как я ее делаю. Но если мне нужно повернуть перспективу, в настройках есть такая штука, как корректировка. Это, кстати, очень хорошо, когда вы хотите вытянуть себе ноги, либо, например, сделать большую голову. Я не знаю, у всех разные заморочки. Ну вот, корректировка. Нажимаю на нее. И появляется такой пузунок, который мы можем… Ну, это обрезка выравнивания влево-вправо. Это горизонт, когда вы хотите поправить. Тоже очень удобная вещь. Либо наклон. Это следующая функция. И вот, как раз появляются у нас два значения X и Y. Это мы поворачиваем либо влево-вправо, вот так можем раздвигать наш кадр. Либо вот как раз-таки работать с перспективой. Двигать либо вверх, либо вниз. И вот мы можем растягивать. Либо, если вам не нравится перспектива, наоборот, нагнутая, и вам хочется, чтобы флаг смотрелся ровно, мы можем сделать его вот так вот ровно. Именно на этом примере очень хорошо видно, как работает эта функция. Либо я сейчас покажу вам как раз-таки на примере с ногами. Очень полезно для девушек. Ну, кстати, не только для девушек. Например, вот эта фотография. Так, тут, в принципе, с ногами все нормально. Но если честно, то он уже прошел обработку, поэтому... Так, наклон. Также наклон Y, и вот. Но очень важно не переборщить, потому что, как нам известно, голова будет размером с яблока. Зато длинные ноги. Вот. Да, XY, скок M. Именно здесь. Вот, все запомнили. Так, скок M. Это работа с перспективой. Так, дальше. Вот именно как раз-таки этот пример. Дальше позирование. Очень много дров я поломала на позирование, потому что снимаю не только моделей, но и обычных девушек, обывателей. И чаще всего, когда я достаю камеру, у нас все начинают фотографироваться как? То есть сразу ножку вперед, мы встаем красиво и ничего не делаем. То есть я всегда, именно в своих фотографиях, я следую такой философии, что фотография должна быть живая. То есть делать ее такой, как будто бы вы работаете не с камерой, а работой с человеком. То есть, например, на этой фотографии можно подумать, что я бегу не к камере, а к человеку, который находится рядом со мной. Либо создавать, например, какой-то сюжет, как сделано на второй фотографии. Я и мой друг создали такую картинку, как будто бы два влюбленных человека гуляют красиво и тоже не знают, что их фотографируют, хотя достаточно нарочито. Либо на третьей фотографии тоже видно, что я не просто стою во фотографии, не эстетично, она выглядит живой именно из-за движений. То есть всегда стараюсь создать какой-то моушен. И на самом деле это помогает людям, привлекает та картинка, которая сделана в движении, когда есть какой-то за ней бэкграунд. Так что по позированию, да, очень важно быть живой, если вы хотите сделать красивый кадр. Насчет позирования, у меня есть один, так скажем, идол. Это Теза, я отметила ее наверху. Вы можете также ее найти потом и посмотреть. Очень нравятся мне ее фотографии, всегда цепляю взгляд не только ее прекрасной красивой обработкой и, собственно, постановкой кадра, но то, как она позирует. Она также создает какую-то историю, как видно это здесь, как видно на второй и на третьей фотографии. У нее нет фотографий, где она бы просто стояла и позировала, показывала бы свою одежду, хотя это тоже может работать. Если вы на фоне вас находится невероятный фон, который занимается, я не знаю, в китайскую великую стену, то можно, конечно, там и просто постоять. Но, тем не менее, даже эта фотография может выглядеть в сто миллионов раз лучше, если вы придумаете, даете волю своему воображению, и придумаете какой-то фильм, наверное, даже. Вы должны рассказывать свои фотографии, как будто бы историю. Это всегда приковый взгляд. Так, и Flat Lake. Кто знает, что такое Flat Lake? Какие сегодня мне хорошие собрались. Прямо очень хорошо рассказали. О, здравствуйте. Да, и как раз-таки Flat Lake, если переводить на русский, это просто раскладка. Так, раскладка. Что же такое раскладка? Раскладка — это когда вам нужно сфотографировать какой-то определенный объект, либо она бывает незамысловатая, как, например, просто фотография еды. Если вы в таком виде блюдо и что-то лежит еще рядом, то это просто уже тоже считается раскладкой. Раскладки бывают... На самом деле, это тоже достаточно глубокая тема, но мы пройдемся очень быстро. Раскладки бывают разные. Как, например, видно на первой фотографии. Это раскладка, которая даже не считается раскладкой. Официально просто принес, положил мне еду. И я видела, что, ой, как красиво, положу-ка я сюда очки, заставлю своего друга держать стакан, и это у меня уже будет такая красивая картинка готовая. Я просто сфотографирую. Либо раскладки бывают такие, как на втором кадре. Второй кадр мне пришлось выстраивать специально, потому что мне нужно было отрекламировать продукт, который находится внизу. И для меня, я считаю, что существуют очень такие прям... Для успешных кадров несколько значений. Это кофе, газеты, цветы и, возможно, косметика. Это больше подходит к девушкам. Хотя к мужчинам тоже можно поставить и кофе, и газету, и у вас уже прекрасная мужская такая раскладка. В зависимости от крепкости кофе тоже. Так, и про раскладки я тоже вам расскажу, что у меня есть девочка, которая подписана в Инстаграме, «Свимир» тоже указала ее аккаунт. Можете потом его посмотреть. Почему меня привлекают ее раскладки? Ее раскладки всегда сделаны на светлом фоне. Это тоже привлекает внимание. В ее раскладках присутствует... То есть можно заметить, что даже на двух есть стакан воды и солнечный свет, и когда это происходит, происходит преломление, и очень красиво ложится именно на фон. Мы можем заметить, что это на первом, что на втором. У меня тоже такое было, что мне нужно сделать раскладку, и на этой раскладке я использую солнечный свет, либо даже было, когда я использовала специально вспышку, чтобы создать эти блики красивые. Вспышку от телефона. Просто включаю фонарик на другом устройстве, и вспышкой подсвечиваю воду, когда недостаточно света. Да, фонарик. Просто... Нет, ну смотрите. Вспышку на фонарик. Вспышку... Ну, обычно на другом устройстве. То есть я фотографирую одним, а подсвечиваю... Ну, не знаю, можно фонариком обычным, лампой. Просто чтобы создавать преломление света. Вспышку на лампе, то есть фонарик? Не-не, вспышку... Я даже скажу, что я вспышку на своем... Своей камень не использую никогда. Вот вообще никогда. То есть если это какой-нибудь кадр, где я бегу в темноте, это должен быть такой ретро-эффект, то, возможно, да, я ее включу. Но все свои кадры я делаю при дневном свете, не используя ни вспышку, ни дополнительные какие-то софтбоксы и так далее. То есть чисто телефон. Да-да, можно преломить свет, он же и сходит и рассеивается. И она очень хорошо комбинирует по цветам, добавляет фрукты, цветы, и создается вот такая красивая раскладка. Указала ник, можете записать. И, собственно, мы подходим сейчас к самому интересному и такому будоражащему. Я вот сделала этот кадр тоже просто на телефон, сложила два ватмана, потому что мне нужен был белый фон, вышла на улицу, потому что хотела, чтобы свет преломлялся из моего бокала на низ. И сделала такой кадр. Он очень сухой здесь, непонятный, грязный. Даже вот был сильный ветер, который мне камни ненужные принес на мою фотографию. И с помощью вот всех этих приложений я сделала из этого кадра вот этот. Я думаю, что сейчас дам вам фотографировать, кому необходимо, чтобы вы потом не потеряли эти приложения. Я сразу скажу, что он фотографии, которые, ой, не фотографии, а приложения, которые находятся здесь. Не все платные, но я сделала подборку так, что если вы за них заплатите, вы не пожалеете и будете им пользоваться просто всегда и скажете мне потом спасибо и напишите. Записали, да? Так. Ну что, приложение FaceTune. С помощью этого приложения, я думаю, тоже многие о нем знают, можно сделать из себя, во-первых, другого человека, во-вторых, сделать прекрасную фотографию из не очень хорошей фотографии. Как вы думаете, что на этой фотографии я изменила? Это исходный кадр, это кадр уже сделанный. Нет, все по порядку просто будет. Вы хотели, чтобы я на примере показала? Ну давайте, сейчас я вернусь. Я буду потом рассказывать, я возьму исходную фотографию и расскажу, как все работает. Ну давайте, хорошо. Например, на этом кадре с помощью приложения Photoshop Fix Я убрала камни, я убрала вот эти вот, то есть связующие звена моего ватмана, убрала капли ненужные и, собственно, замазала фон на заднем плане, чтобы он был белый. Это приложение Photoshop Fix. А резкость не появляется, как вы сделаете, что в Брестовом и 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 в Брестовом? Нет, на самом деле я этого не замечала. То есть, конечно, это есть, но также, когда вы прогоняете файл через много-много, так скажем, программ, естественно, укушается качество. И когда вы, я говорю сразу, если вы хотите кадр после того, как вы его сделали, очень много обрабатывать, нужно снимать в формате RAW. То есть, если кадр исходный, хороший, достаточно шпега. А если вы понимаете, что вам, ой, нужно сейчас столько всего делать, это RAW. Это как раз я снимала в RAW на Lightroom. Вот. И прогоняла через Photoshop Fix. Потом в Фейстюне, собственно, я замазала неровности. Но лучше, конечно, будет, если я буду показывать все это по порядку в приложениях. Так, ну что, это 10 отличий. Одно самое явное есть. Ну, помимо председателя. Асфальт, супер, это Photoshop Fix. Так, что еще? Это тоже, но не совсем важно. Да, и я хотела, чтобы вы обратили внимание на то, что я с помощью у Фейстюна, приложение, которое растягивает кадр, я себе немножко увеличила платье летящее и шарфик. Вот, видите, если посмотреть сюда и сюда. И немножко здесь расскажу секрет. Чуть потянула себе ноги вот с этой стороны. Но это никому. Да, конечно, если обратить внимание, то она чище, она ярче. И, собственно, даже платье немножко разлетается больше. Так, ну хорошо, сейчас мы включаем. Так, где же у нас? Все. И давайте все-таки по порядку. Сейчас я хочу выбрать кадры, которые я сделала буквально пару дней назад. Это вот этот кадр я сделала в Берлине. И сейчас с помощью всех этих программ я буду рассказывать и показывать, как и что я делаю. Каждый раз, когда я сделала кадр, я начинаю с приложения Lightroom. Приложение, которое должно быть обязательно у каждого из вас. Пожалуйста, его скачайте. Это приложение для работы со светом и цветом. Мы заходим сюда. Так, загружаем эту фотографию. Она получилась очень темная, потому что это было время суток уже к закату. И, собственно, тучи, дождь. И на камере моего друга он слишком сильно занялся экспозицию. И сейчас мы будем стараться это все исправить. Так, первое, что я делаю, это захожу в свет. Я делаю значок свет и повышаю экспозицию до тех пор, пока меня это не устроит. Тут можно либо занижать, я могу сделать такой кадр очень концептуальный, либо вперед. И останавливаюсь на значении примерно 1,53. Есть такое параду, что когда вы повышаете экспозицию, вы должны повышать еще и контрастность, чтобы сохранить правильность оттенков. Но именно в своих кадрах я контрастность убираю чуть ниже, чтобы придать этому такой эффект фейда. То есть вот, смотрите, можно сравнить, что контрастность. Как она отличается? Адоб, 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 адоб? Просто лайтрум. Адоб, адоб? Ну, правильный адоб, лайтрум, но можно просто взять лайтрум. Да, вот, контрастность. Кстати, я могу вам даже посоветовать сейчас его скачать, и вы можете делать прямо вместе со мной, сделать любой кадр, как вы на это смотрите. Мне кажется, это будет намного полезнее. Нет? Хорошо, тогда, кто хочет, скачайся, и будем работать вместе сразу, набивать руку, так скажем. Так. Ну, мы повысили контрастность. Ой, точнее, понизили контрастность, потому что именно мне больше нравится, когда присутствует эффект фейда. Дальше ползунок свет. Что такое свет? Это самые светлые участки. Вы можете их либо занизить, либо повысить наоборот. То есть видно, что когда мы повышаем, в верхнем углу пропадает просто любой рельеф. И всегда, когда вы повышаете контрастность, вот здесь, конечно, я советую свет убирать, потому что его и так становится много при повышении экспозиции. Поэтому мы, ой, поэтому свет мы убираем ниже. Дальше тени. То же самое, только с самыми темными участками. Тени я люблю чуть-чуть повышать. Белые. Белые тоже самые светлые участки, но они идут более мягче, чем свет. И черные. Так, сделаем примерно так. Дальше переходим в значение цвета. Так, цвет это как раз-таки... Если кто-то знаком с моим инстаграмом, знает, что я делаю все-таки в теплых тонах, поэтому именно здесь я тоже повышу температуру примерно до 14. Фотография становится такая более желтая, но мне это и нравится. Дальше мы делаем ползунок оттенок. Оттенок можно делать либо в лиловый, либо в желтый, но не обязательно делать его настолько критично, то есть хватит всего лишь 14-15 значений. Возможно, даже вот так. Красочность. Красочность – это очень приближенная к значению насыщенность, но насыщенность делает все в десятикратном размере. То есть можно заметить, что либо убрать насыщенность, вообще сделать ее в фотографии черно-белой, а красочность делает это все намного мягче и работает именно на определенные цвета. Вот таким образом. Если так работает красочность, так работает насыщенность. Красочность я всегда люблю тоже добавлять примерно на пять значений. И смотрите, вы можете видеть промежуточный результат, когда создаете свою фотографию. Вам необходимо просто зажать пальцем на фото, и отпустить. И вы видите, как было до и после. Вот, при помощи только одного Lightroom'а мы высветлили фотографию, придали ей немножко света. Вот таким образом. Так. Это мы сохраняем. Ой, все взбилось. Я сейчас вам покажу еще одну фотографию, которая тоже была сделана, кстати, на телефон. Это фотография вот эта. И тут все сильно пошло не так с экспозицией. И также ни одно приложение на свете, мне кажется, не делает свет так хорошо, как это делает Lightroom. Поэтому я еще раз настоятельно вам советую его скачать. Здесь тоже хватит всего лишь экспозиции поднять. Сразу вот можно заметить, как фотография преобразилась. В всех других приложениях, конечно, во всех есть функция поднятия экспозиции, но работает она слишком жестко. То есть мне вообще не нравится, я всегда прибегаю только к Lightroom'у. Так, низ наверх. Тут я хочу сделать примерно на два. Контрастность тоже чуть пониже. Свет. Вот свет, кстати, наверное, на экране будет не очень видно, но свет дает такое свечение больше даже вокруг других объектов, получается. Но здесь это не особо видно. Тени. Тени — это вот самые темные участки. Белые. Вообще не видно ничего, что сейчас делается на этой фотографии. И черные. Черные я опущу чуть пониже. И то же самое делаю со светом. Добавляю себе температуры. Убираю оттенок на минус 7, чтобы добавить немножко такого зеленоватого фейда. Красочность. И, наверное, здесь добавлю чуть-чуть насыщенности. Получается такой кадр. Можно увидеть, что было до и после. Это все работа со светом в Lightroom. Так, сохраняем. Именно вот та фотография, которую я показывала изначально на фоне стены. Сейчас я покажу, как убирать ненужные объекты в Photoshop, кстати, которыми мы интересовались. Это оно. Так, мы заходим, выбираем нашу фотографию, которая находится здесь. Появляется такое меню внизу. И мы выбираем функцию восстановления. Это вот такой вот пластырь. Что делает восстановление? Восстановление убирает ненужные объекты. И делает оно это самостоятельно и автоматически. Оно выбирает, то есть вы выбираете объект, нажимаете на него. Не нажимаете, а проводите кистью. И таким образом он его убирает. А происходит это так, что он подбирает то, что происходит вокруг, то есть ближние объекты. И ближними объектами он это заменяет. И таким образом можно убрать весь мусор очень мягко. Мягко, и все происходит очень быстро. А можно еще раз померянуть? Вот смотрите, есть, конечно, точное восстановление. Это Photoshop Fix. Да, Photoshop Fix. Мы приближаем. Лучше, конечно, приблизить настолько, чтобы он автоматически заменял объект на то, что находится рядом. Потому что если вы уберете, он возьмет, например, из правого левого угла. Вам это не нужно. Вы приближаете и просто вот проводите. И он заменяет себе вот это. Я даже скажу больше. Я этим объектом убираю, точнее, этой функцией убираю не только грязь, но и людей. Ненужных людей на фотографии. Это звучит дико, но так оно и есть. Правда, я сейчас вам даже покажу. Смотрите, у меня здесь есть фотография, которая специально добавила сюда для примера. Это фотография с моим другом тоже в Берлине. Мы гуляли, это Ваня. И помимо того, что этой функции можно убрать, я смотрю, какая она красивая. Мне нравятся эти желтые следы. Я приближу, уберу эти желтые следы. Они вот убираются суперлегко и супербыстро также. Вот, я вам сейчас покажу. Нужно приближать настолько, чтобы правильно он замещал. Вот, все очень быстро. Вот, Ваня тут идет. Я смотрю, думаю, блин, а эта фотография была бы еще намного лучше, если бы здесь не был Вани. И я делаю так. Я приближаю это так и обвожу, собственно, Ваню. И он будет сейчас, смотрите, насколько хорошо он подобрал каждый пиксель. Конечно, это лучше потом дотягивать, но, тем не менее, он делает это просто магическим образом. И сейчас мы просто берем и подбираем дальше другие детали. Но, тем не менее, вот, смотрите, сейчас так, так. И издалека, скажите, никогда здесь не было человека, ну просто, как это произошло. Другими движениями просто добираем, да, то, что нужно здесь сделать. И получается такая фотография. Просто. Ну, конечно. Но, тем не менее, смотрите, здесь никогда не было человека. Это просто магическое приложение. Photoshop fix, еще раз. Так. Либо на других фотографиях, когда люди маленькие где-то издалека тоже испортили вам кадр, он не должен быть здесь, особенно в поездках, когда куча туристов. Это просто гениальное приложение. Либо вот здесь маленький человек, сейчас пора мы тоже его убрать. Ну, это, конечно, окно, здесь не так все просто, но издалека тоже непонятно. Так. В этой функции, также, точнее, в этом приложении есть функция не только восстановления, вот автоматическая этой невероятной кисти, но и функция штампа. Штамп — это когда вы выбираете объект, который вам, наоборот, нужен, его нужно добавить. Нажимаете на него, вот мы выбрали, например, грязь, нам хочется было больше грязи. Мы нажимаем на него и проводим там, где мы хотели, чтобы была грязь, например, вот здесь. И таким образом она появляется. Но если вам это не нужно, например, вы сделали какую-то ошибку, вы нажимаете на восстановление и все это убираете вот этой кистью. Вернем Ваню. Размножить, да, это как раз используется в размножении. Да, восстановление. И в ней есть точечное восстановление, либо штамп. Я сейчас покажу на своем тоже примере инстаграма, что я сделала недавно, где схитрила и штампом размножила объект. Как вы думаете, что тут у нас летит? Это пена, которая была размножена в этом приложении, собственно, штампом. Я вот этот был кусок, вот этот и вот это, все остального не было. Я брала и штампом добавляла каждый кусочек. И точечным восстановлением я его подтирала так, чтобы менялась, собственно, форма, чтобы она нигде не повторялась. И получился у нас такой вот кадр. Так, это все Photoshop Fix. Так, вернемся к презентации, что у нас идет дальше. За Photoshop Fix идет у нас Snapseed. Snapseed — это тоже очень мощное приложение. Выглядело вот так, находится здесь. И что я делаю в нем? Нажимаем, добавляем фотографию. Выбираем из галереи. Ну, давайте попробуем на примере фотографии. Ну, вот последней вот этой моей фотографии. Что мы можем сделать здесь? Здесь достаточно огромный и обширный список инструментов, как точечной коррекции, о которой, собственно, рассказывала сейчас Photoshop Fix. Она здесь тоже есть, но работает она здесь максимально плохо. И я советую ей не пользоваться, а переходить в Photoshop Fix. Кстати, он, по-моему, бесплатный. То есть им работать намного... То есть здесь его лучше избегать. Что использую здесь я чаще всего? Здесь я использую выборочную коррекцию. Прошу прощения. Выборочная коррекция — это вот этот кружочек. Мы его выбираем. И выбираем то место, где нам необходимо... То место, которое нам необходимо заменить. Например, выбираем... Ставим точку вниз, потому что здесь есть тень. И двумя пальцами вот таки выбираем область, которую нам необходимо заменить. Это может быть область либо эта, либо большая область, чтобы сделать тут все светлее. И смотрите, у этой функции есть такая скрытая работа. То есть чтобы изменить... То есть когда мы нажимаем, появляется только яркость. Но яркости недостаточно. Можно сделать с этой яркостью еще и насыщенность, и контрастность, и структуру. Это делается таким скроллом всего лишь по телефону. Вот так. Вверх-вниз. И появляются скрытые функции. То есть изначально появляется яркость, но есть еще, например, контрастность. Контрастность можно сделать, надеюсь, ни к чему. Либо насыщенность. Насыщенность чаще на полу все любят убирать, чтобы не желтило, не было какого-то непонятного цвета. Поэтому насыщенность. И, собственно, как это работает? Это работает пальцем либо вправо, либо влево. Вот мы можем видеть здесь, как я убрала себе насыщенность цвета на полу. Также выбираем вот эту функцию. Вот, вправо-влево. Также здесь есть кисть, которой я очень люблю пользоваться. Вот кисть, выбираем ее. Она работает точечной такой коррекцией, где вы сами решаете, где вы хотите, чтобы было больше цвета. Я всегда искала это приложение, и вот оно обнаружилось в лице Snapseed. То есть мы выбираем функцию. Есть Dodge Burn, экспозиция, температура, насыщенность. Я хочу самостоятельно, не вот выборочный коррект, а самостоятельно убрать себе насыщенность на полу, где она не нужна. Выбираю, собственно, насыщенность. И появляется у нас здесь значение от плюс до сети до минус десяти. Мы нажимаем и выбираем то, что нам необходимо. Например, я не хочу, чтобы убирать насыщенность здесь полностью, а убрать ее только на небольшое такое значение. И теперь, собственно, пальцами, где мне необходимо, я буду сейчас убирать насыщенность. Вот, вот так. Просто убираем здесь. Либо мы хотим, чтобы было больше насыщенности. Также есть ластик. Где-то сделали ошибку, берете и вот, просто стираете. Все очень просто. Также этой кистью я люблю, точнее, даже знаю, что многие любят прорисовывать себе не только какие-то отдельные объекты, но даже лицо и тело. То есть есть такая функция, как Dodge Burn. Это очень похоже на экспозицию, но больше такая работа тоже со светом. Либо повышенная. Это вот можно сейчас здесь проследить, что я пальцем здесь делаю себе. Очень похоже на экспозицию, но это не она. Либо ниже. Затемнение. То есть высветление и затемнение. И таким образом люди любят рисовать себе пресс, вырисовывать себе скулы. Тоже делают точеное лицо. Но я использую это как раз-таки скорее для объектов внизу. Можно вот сейчас вам показать, как это работает. Выбираем Dodge Burn вниз и делаем себе вот такие вот скулы. Это называется, как девочке подсказывать, контурирование. Контурирование, да. Вот так здесь. Но лучше это делать очень джентль, чтобы не выглядеть совсем черным. Так, что еще здесь можно рассказать? Ну, скорее всего, да. Чаще всего я использую здесь именно две функции. Это кисть и выборочная коррекция. Да. Мы говорили про кисть. Про кисть. Snapseed. Да, кисть. Snapseed. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот здесь. Так. Еще немножко воды. Смотрите, здесь как выглядят, собственно, значки. FaceTune, Snapseed, Union, про который вы рассказываете. И вот Lightroom внизу. Так, двигаемся дальше. Photoshop Fix, в Sko. В Sko люди любят работать именно с фильтрами. Но помимо фильтров, я вам уже рассказала, что у этого приложения есть куча инструментов, которые также можно использовать. Вот мы выберем нашу фотографию, которая уже была сделана в свете. В свете, точнее. Помимо вот фильтров, очень много фильтров у него. Но фильтр я здесь не использую. Я работаю здесь исключительно с корректировкой. То есть я здесь ставлю правильный горизонт, когда он завален. Либо нарочно. Даже могу его где-то завалить, потому что фотография так будет смотреться более атмосферная. Либо, как здесь, мне хотелось бы, чтобы она выглядела ровно, поэтому выставляем. И сделаем как раз-таки наш трюк с ногами. Немножко удлиним их. С помощью функции Y внизу. Значение. Так, вот этого будет достаточно. Увеличить резкость, насыщенность, тон. Здесь тоже эти функции достаточно удобны. То есть я его тоже советую, когда вы хотите работать с кадром, повернуть его, развернуть, добавить резкости, то это приложение очень хорошо в этом работает. Резкость, она добавляет, да, такое, как зерно, если на улицу. Я вообще не работаю с резкостью, если честно. То есть прям... Да, да, но он неплохо делает в СКО. Мне нравится, да. Ну вот если как раз-таки методом проб и ошибок, вы понимаете, что где-то они лучше, где-то они хуже. И сейчас я вот рассказываю, где все-таки они работают намного лучше, чем в своих конкурентах. Вот. Если это свет, то Lightroom. Если именно убирать объекты, это Photoshop Fix. Просто идеальное приложение. Вот. Дальше приложение Union. Про Union, если честно, нужно создавать отдельную лекцию, но я пробегусь очень быстро. Это приложение для того, чтобы вставлять и совмещать объекты, то есть работа со слоями. Выбираем Background. Фото, которое у нас уже вот есть, наше обработанное. И нажимаем вот здесь на три точки, добавляем второй слой, это Foreground. Выбираем фотографию. Например, ту же самую фотографию. Почему я решила показать на таком примере? Например, у вас есть плакат, вот Dennis John Band, и я хочу, чтобы этот плакат был на фоне, то есть заменить этим плакатом вот тот плакат. И для этого мы выбираем такую же фотографию. Вот у нас две фотографии на фоне. Мы ее выбрали. И теперь с помощью, также вот здесь есть слева Mask, Ears, это стирание, мы будем выбирать зону, которая нам необходима. Вот, выбираем ластик. И будем стирать. Смотрите, чтобы было очень легко, мы выбираем вот этот вот глазок, и он будет показывать красным ту зону, которую мы уже стерли. Так будет намного проще. Либо, если вы сделали ошибку, мы выбираем на «Нарисовать» и возвращаем все на место. То есть вот, стереть фотографию, либо нарисовать. Ой, да, вернуть обратно. Сейчас таким образом я попробую вырезать тот плакат, который нам нужен. Так, секундочку. Вот, вот этот вот плакат. Мы его стираем. Конечно, плохо видно, потому что очень много деталей, но тем не менее. Стираем теперь все остальное. Так. И выбираем, когда вы уже все стерли, выбирайте опять «Foreground». И можете вот эту вот зону, которая у нас осталась, двигать абсолютно в разные стороны и заменять этим объектом то, что было раньше. Очень правильно выбирать две знаковые фотографии, потому что именно на этих фотографиях у вас схож свет и цвет. То есть когда вы будете заменять, это будет вообще незаметно. То есть вот я ставила эту фотографию сюда, и даже можно не понять, что ее здесь не было, потому что все сделано было. Это приложение Union. Вот, еще раз. Это как раз тоже работа со слоями. И на самом деле намного правильнее было бы делать фотографию с тем, когда у меня улетела пена, именно в этом приложении, потому что совмещать здесь намного проще. Но мне тогда казалось, что штампом намного удобнее. Вот. Совмещать фотографии. Так тоже любят делать, например, когда, смотрите, если у вас было много больше времени сделать красивую фотографию в ванной, то сначала мы сфотографили просто себя и делали вид, как будто мы подкидываем эту пену. Но у нас ее нет. Дальше мы выходим из кадра и подкидываем пену уже отдельно, чтобы она была как раз-таки натуральная. И просто потом мы себе фотографии совмещаем. Вырезаем пену из одного и добавляем ее в другую. И вот получилось бы так. Как здесь, например. Вот. Это приложение Юнион. В ней работать, когда нужно что-то добавить, либо что-то тоже убрать. А, к примеру, с платим, что вы делали в Юнион? Нет, это я делала в FaceTune. Это вот сейчас... А в этой фотографии я не делала, что вы делали с помощью Юнион? В этой фотографии ничего. Я ей пользуюсь крайне редко, когда вот что-то нужно добавить. Также очень многие блогеры тоже используют это. Они сначала фотографируют что-то одно, потом фотографируют что-то другое, то есть убирая. Я сейчас даже вам расскажу. Наверное, будет проще так. Вот у меня есть фотографии из Берлина как раз-таки с поездом. Например, вот здесь вот я иду, но поезда здесь нет. Я должна была отдельно лучше сфотографировать поезд и потом себя наложить с помощью Юниона на этот поезд, потому что очень сложно было выбрать тот момент, когда была красива и я, и поезда там очень быстро уходят, поэтому ничего не получалось. Но если бы мы сделали вот так, сначала себя, например, вот тоже идеальный кадр. Я здесь вроде ничего так, все хорошо вышло. Потом сфотографировала отдельно поезд и просто на поезд вырезала бы себя и наложила. Все, идеальная фотография. Но, к сожалению, тогда я почему-то тоже об этом не додумалась, и мы провели, не знаю, минут 20, наверное, пытаясь сделать идеальный кадр. Можно ли вырезать себя как-то? Вот как раз-таки это совсем несложно, потому что здесь лучше открыть другой проект. Так, например, ну вот на белом фоне возьмем девушку. Несложно, потому что здесь очень хорошая кисть, которая, ой-ой-ой, все у нас полетело. Убираем. Ну, так, прошу прощения. Как же, ладно, давайте вот. Да что же такое? Как-то все работает. Я, честно, я пользуюсь им не так часто, поэтому рука не набита здесь, как все найти. Ну, давайте так еще раз. Вот эта фотография. Фотография, опять же, она. И постараемся сейчас себя стереть. Вот, выбираем mask, ears, пластик. Приближаем. У нее очень хорошая кисть. Вот, смотрите, можно приближать. Я не знаю, до скольки миллионов пикселей, потому что мы ушли уже очень далеко. И попробуем, давайте сделать, вырезать. Так. Пробуем вырезать сейчас вот этот вот комочек. Очень близко приблизили. И теперь посмотрим, как он выглядит, когда мы отдалим. Вот так. Поэтому здесь очень легко вырезать. Именно прям даже до волоска, которая у нас вот разлетелась здесь. А не проще на ноутбуке это делать? Я очень не люблю пользоваться ноутбуком в плане обработки, потому что я всегда на ходу. Телефон всегда со мной. И, собственно, здесь намного проще. Не знаю, мне кажется, телефон, точнее, рукой делать это намного чище, чем на ноутбуке. Ноутбуки вы считаете мышкой, да? Я не вижу, кто говорит, к сожалению. Кто-то задал вопрос. Я задал. Да. Вот, вы делаете мышкой, в смысле, да, вы хотите? Можно мышкой, можно планшетом, графической. Не знаю, для меня намного проще. А я бы это все сделал, там экран, по крайней мере, большой. Нет, нет, вот для меня лично удобнее делать это пальцем, потому что я сама контролирую здесь каждый изгиб, абсолютно каждый. Да, это достаточно кропотливая работа, поэтому лучше работать с объектами. Это те же самые 20 лет, чтобы дождать поле? Нет, а дальше мне нужно бежать уже на выставку, на другую. Как я столько времени на поезд потрачу? Так что там 20 минут потратили, а здесь 20 минут потратили, вы можете показать, вот так, вот другу, вот вы сейчас вырезали вы себя. Давайте я вырежу сейчас себе голову. Давайте вырежем голову. Еще раз. У вас это понадобится на другим, но она подсвечивается. Это наложение слоев как раз-таки, просто. Вот, смотрите, мы выбрали сначала одну фотографию, потом другую. Это можно выбрать, вот как раз выбираем foreground. Есть здесь функция, ой, как же она, вот, непрозрачность. Да, да, да. И вот таким образом вы можете наложить на другую фотографию, и это получится вот так. Я никогда этим не пользовалась, правда, но можно на самом деле. Вот, и сохранить такой кадр. Сейчас такой 3D-шный эффект, тоже как будто бы размытый. Да, это вот на втором кадре, когда выбираете его. Вот здесь. Да, схематично, давайте я вам покажу. Постараюсь вырезать себе голову и сделать две головы. Мне кажется, так будет очень схематично. Так, ну вот быстро мы их сейчас разрежем. Давайте я просто очень быстро это сделаю. Ой. Так, Настюшка. Ну вот так, вот мы вырезаем голову, все остальное мы просто стираем то, что нам не нужно. Так, так, так. Я так себе вставляла как раз-таки кофе. Я помню, что у меня была пустая чашка, а где-то у меня была фотография кофе, и я красивое вот это вот сердечко-пенку взяла и вставила с одной фотографии в другую. Но это бывает очень сложно, потому что одна фотография сделана в одном цвете, другая в другом цвете, и очень сложно подобрать. Поэтому всегда лучше работать сначала с этим, а уже потом накладывать все фильтры и свет, чтобы все было одинаково. Да-да-да, вот одно это вот стирание, вот, а другое это как раз-таки вернуть. Тоже все суперсхематично. И вот, получается, у нас из одного кадра вырезана голова. Выбираем foreground, собственно, а нет, мы выбирали откуда. Так. А где моя голова? А что мы так долго вырезали, я не понимаю. Один кадр, другой кадр. Так, еще раз. Так, подождите, еще-то я сейчас ничего не понимаю. Что происходит? Что за подстава? Так, еще раз. Очень быстро. Выбираем foreground. Он почему-то уже стертый. Да что ж такое? Так, ладно, проект. Ну, давайте. Хорошо. Давайте мы выберем вот такой фон. Вот сейчас будет супер просто. Мы из одного фона, точнее, из одной фотографии вставляем себя на другой фон. Тоже суперсхематично, просто голову, не знаю, сумку. Выбираем вторую фотографию. Вот у нас два слоя. Теперь мы выбираем mask. Собственно, стираем себе здесь сумку. Точнее, не стираем, а выделяем ее. Вот таким вот образом. Вот здесь есть летящая сумка. Так. Тоже ее быстро стираем. Вот, и у нас получается... И у нас получается на одном фоне вот осталась та сумка, которую мы как раз-таки с вами вырезали. Вот она здесь летает. Можете ставить ее куда захотите. Вот на плакат. Отлично подошла. Я сейчас тоже расскажу, где я использовала на своем примере Юниан. Это было совсем недавно. Тоже было несколько фотографий. Не получалось ничего идеального. И вот вышла фотография, где я выгляжу достаточно неплохо, но сумка у меня была размыта. Но были другие фотографии, где сумка выглядела отлично. И я просто вот эту вот часть я вырезала из одной и вставила ее в другую. То есть цепочка нормальная, а вот именно вот эту сумку я оставила тоже только из этой серии, где вот она у меня летала. И вставила ее сюда. Тоже вот Юниан. Где вот я просто в повседневных таких фотографиях могу вам показать, я вот использую. Это вот все Юниан. Да, но тут дело в сумке было. Вот. Так работает у нас Юниан. Сумка, человек, все что угодно. Поезд. Но это достаточно кропотливая работа тоже. Чтобы объект принялся. Чтобы объект принялся. Да, потом я вот, смотрите, я просто работала в этой, вот в маск. Здесь я работала и стирала. После этого я перехожу на форграунд. Вот здесь именно вот видно, откуда. Да, это именно фотография, где это было. Вот. И, собственно, потом двумя пальцами ее переворачиваю, размножаю. И как раз-таки здесь очень удобно, что сразу именно сумку можно подогадать по свету. Тоже, как я вам показывала, что здесь есть непрозрачность. Ее можно либо убрать, чтобы она тоже была таким призраком сумки. Либо яркость добавить, затемнить, чтобы это работало не на всю фотографию, вот именно точно на тот объект, который мы выбирали. Вот так. Так что работает это таким образом. Так, про что еще же вам рассказать? Ну, собственно, все мы... А, FaceTune. Что ж такое? Самое важное приложение для всех, кто хочет изменить, поправить какой-то объект, либо даже свою внешность. Господи, на самом деле столько дров поломалось на этом FaceTune, столько разбитых сердец, когда ты видишь одно на фотографии, приходится совершенно другое. Это все FaceTune. Вот. Знайте в лицо своего врага, как говорится. Мы выбираем фотографии сейчас, где, ну, конечно, лучше всего видно лицо. Давайте, наверное, вот выберем вот такую. Ее тоже еще никто не видел. Она здесь смазанная. Так. Другую. Где у нас хорошо видно лицо? Где можно работать? Ну, давайте вот эту фотографию. Тоже фотографии из Берлина. Здесь очень много, на самом деле, полезных функций. Давайте я расскажу обо всем порядку. Ну, кадр — это, собственно, можно отразить фотографию, сделать ее зеркальной. Я, кстати, очень часто к этому прибегаю, потому что, когда я выстраиваю ленту своего Инстаграма, у меня получается так, что у меня все смотрит в одну сторону. Тут я улыбаюсь, тут тоже улыбаюсь. Да. Я думаю, так, я хочу какое-то разнообразие, просто возьму и фотографию я отражу. И уже все не будет так вот, все у меня вправо смотреться. Так что... Это кадр. Да, вот кадр. Отразить. Также можно вращать, но это в любом тоже фоторедакторе есть. Обрез, пропорция. Пропорция — это изменить формат изображения. Так, нам это здесь не нужно. Дальше функция «Отбелить». Ее используют для зубов, но на самом деле эту фотографию можно использовать и для объектов, и для пола, и для много чего еще. Давайте покажу, собственно, на зубах, как она работает. Просто берете функцию «Отбелить» и движениями проводите по необходимой зоне. Чтобы посмотреть, что было до, что после, мы нажимаем вот на два квадратика внизу экрана вот здесь и смотрим, что было до, что после. Конечно, очень потом, когда вы все это себе сделали, очень страшно нажимать на этот квадратик. Но чтобы посмотреть чудеса этого приложения, да, работа, но вот так. Тут тоже я всегда, когда советую это приложение, говорю, пожалуйста, только не переборщите, потому что страшно, как говорится, очень страшно, что может быть. И чтобы не сделать из себя какую-то куклу, невероятные белые зубы, и то, что прям не может существовать на планете Земля, лучше, конечно, соблюдать меру. Ну, допустим, я не хочу, чтобы они были настолько белыми, просто чуть-чуть я отбелила, но потом беру ластик и чуть-чуть вот такими вот движениями маленькими, то есть не стираю прям вообще вот так, а небольшими вот такими точными движениями я убираю то, что было. То есть они остались, допустим, белыми, но не такими белыми, как у Егора Крида. Простите, пожалуйста. Так, дальше у нас идет функция «Сгладить». «Сгладить» функция работает с кожей, точнее, эта функция работает таким образом, что ее используют, когда хочется убрать неровности, убрать неровный цвет и переходы по цвету, или также она убирает небольшие прыщки, как вот здесь, можно увидеть. Так, мы берем тоже пальцем и, собственно, проводим по этой зоне, где у нас неровности, то есть это лицо красное, где-то оно у нас белое, и также по заломам можно немножко пройти здесь, и они станут более мягче, не такими выраженными, как здесь. Вот это можно видеть. Это функция «Сгладить». Также вот чаще всего именно эту функцию я использую на своих глазах, потому что у меня есть явная проблема с кругами под глазами, и всегда использую вот я ее. Она также работает в таком ключе, что она подстраивает объекты, которые находятся рядом, поэтому лучше приблизить фотографию и, собственно, работать с ней также. Вот, она сейчас должна высветлить мои круги. Да, они стали более мягкими, то есть не такими черными, как были до. Но также с кругами можно работать немножко по-другому. Есть функция «Закрасить». Вот здесь есть кисточка, мы нажимаем на нее и выбираем пипетку, вот подбор. Выбираем то место, которое будет максимально подходить к тону кожи, которая находится здесь. Ну, давайте выберем вот этот вот здесь и, собственно, замазываем. Вот так у нас получается. Вот до, вот после. Это все я сделала при помощи функции «Закрасить». То есть, опять же, очень важно выбрать пипеткой не самый светлый участок, а который находится максимально близко к вашему, чтобы не было, например, сейчас покажу прям все такой белизны. Вот мы выбираем здесь. Если выбрать неправильно, то будет что-то вот это, похожее. Поэтому просто максимально-максимально стараться сохранять натуральность, когда вы работаете с таким программой, потому что это очень важно. Так, ну, немножко мы подберем все-таки мне здесь к груди. Вот таким образом. И глаз стал более отдохнувшим, свежим. А, смотрите, мы, кстати, здесь что нажали. А вернуть можно при помощи вот этой функции. Это «Назад». То есть, если мы сделали, видно, что ошибку, мы нажали кистью, просто нажимаем «Назад». Все. Функция «Деталь». Эта функция очень хорошо работает на глазах, когда у вас очень хорошо освещены глаза. И вы можете прорисовывать себе на них блики, либо также я работаю с ней, когда я хочу сделать себе такой хайлайт небольшой на лице. Мы проводим здесь вот так, и получается такой вот хайлайт. Но это опять слишком много утрировано. Но просто показать, как это работает. Она детализирует ваш объект, и получается это выглядит примерно так. Например, хочет, чтобы был более шарф виден. То есть, я детализирую шарф. Но чаще всего работаю с ней, когда я хочу, чтобы были видны именно украшения. Девушка, вот вы спрашивали про украшения. Очень хорошо вот функция детализации в фастюне. Проглядывается каждое звено в цепочках. То есть, вот прям отлично. Так, ну вот выбираете детализацию. Детали, да, детали. И проводите по тому объекту, который вам нужен. Тоже прибежаете близко, да, также можно подстереть. На этом примере не очень видно, но тем не менее она работает прям превосходно. Да, да, да. Она просто детализирует, она добавляет, наверное, контрастности еще к каждому объекту. Это тоже хорошо в фастюне, потому что можно приблизить прям до каждого пикселя и работать с каждым пикселем. Что в детализации, например, здесь я хочу, чтобы у меня одна полоска была затерилизирована вот так вот. Вот. Про глаза то же самое. Вот мы подбираем сюда. Здесь глаза не так сильно освещены, как хотелось бы, но тем не менее. Вот мы прорисовываем сейчас себе глаза. Либо привет! Либо прорисовываем реснички. Вот таким вот образом тоже в детализации. Можно посмотреть, как я всего лишь несколькими движениями сделаю себе макияж, не делая макияж в жизни. Вот. Мы рисовали себе тушь, немножко глаза, чтобы они сверкали, и ресницы. Также брови можно чуть добавить. Вот таким вот образом у нас появился макияж. Также, если мы уже затронуть макияж, здесь можно при помощи той же самой функции краски закрасить. Здесь есть палитра, у которой уже есть готовые цвета. Если мы ее вот так вот скроллом сделаем вправо-влево, есть цвета, которые могут подойти, например, для румян. Также девушки берите на заметку. Вот, выбираем. И небольшими движениями, вот закрасить, мы себе делаем румяна. Вот так. Щечки прозовели сразу. Либо я тоже советую все-таки делать это, чтобы было более натурально. Это подбирать оттенок с фотографии, приближенные уже к вашему тону кожи. Так, и, собственно, сейчас мы подходим к той функции, которую заюзали все, кто можно. Это функция контура. Контур и пластик. Что же она делает? Как раз-таки вот именно в этой функции я себе сделала летящее платье. Контур, он растягивает ваш объект до того момента, пока вам будет это нужно. То есть либо убирать, либо сужать. То есть по фигуре тоже очень хорошо работает. Вам что-то нужно добавить, либо убрать. Например, здесь можно сделать шарф, чтобы у нас был пообъемнее. Это вот все контур. Чем отличается контур от пластики? Контур, он работает намного жестче. Если, например, вот на этой фотографии контуром я могу сделать вот так, верну, то пластика я смогу сделать только так. Пластика работает более точечно, и когда вы работаете с лицом, лучше выбирать ее. Например, да, именно здесь. Вот оно. Вот, например, пластика. Да, мы приближаем, хотим сделать побольше глаз. Например, уголок глаз, чтобы у нас был такой кошачий. Мы просто берем и чуть-чуть вот растягиваем вот так здесь. Хотя тоже сильно растянуто. Еще функция размер. Но это прям вообще на самом деле жесть. Я ее не использую, потому что работа на вот так. Это можно увидеть, например. Либо вот так тоже. Я не знаю, в каких моментах ее можно использовать, но тоже имеет место быть. Поэтому вот функция контура. Сейчас покажу вам, как еще она работает. Что делают себе некоторые люди. Ну, всем нам понятно, что вот здесь, вот там. Все, что все же закрыто. Как раз все, что хочется показать, все закрыто. Но, тем не менее, убрать немножко размер ног. Например, вот тут я не совсем в своей форме. Мы немножко убираем. Все утрировано на самом деле тоже. Вот я стала типа на два размера меньше, но нога вкуклая. Возвращаем. Либо шарф. Я хочу, чтобы он был здесь более объемный. Что касается одежды. Я, когда хочется как раз-таки сделать себе живой кадр. И чтобы что-то приколало взгляд. То эта функция очень всегда спасает и помогает. Например, вот у меня уже появился на фотографии ветер, которого нет. Понимаете, да? Все функция. Что делать с помощью асфальта? Что потом делать с помощью асфальта? Правильный, кстати, вопрос. Что делать с асфальтом? Асфальт можно подтягивать отдельно. Вот так. Мы подбираем теперь и работаем с тем объектом, который у нас уполз. Мы его подбираем здесь. Либо как раз-таки не делать утрированных ошибок, которые сделаны здесь. Не растягивать так сильно. Либо еще можно сделать такой фокус, как я вам рассказывала. Утрированно размазать шарф здесь и наложить потом этот шарф в программе Юнио на ту фотографию. И то есть на той фотографии будет у нас прекрасный асфальт, но раздутый шарф. Лучше, конечно, будет работать с шарфом, потому что они у нас одинаковые. И то есть нам ничто не будет мешать. Просто какую-то отдельную часть у шарфа. Также это работает с лицом. На лицо тоже лучше делать с пластикой. Например, уменьшить уши, убольше тюши. Я не знаю, у кого-то еще есть комплексы, не комплексы. С волосами. Вот я очень люблю работать. Нужно сделать объем. Либо тоже с помощью ветра какой-то локон подлетел. И я хочу, чтобы это выглядело эффектнее. Это вот как раз нужно делать тоже здесь. Можно показать на примере. Все-таки, наверное, лучше фастюн рассказывать там, где более видно лицо. Такие фотографии, чтобы у меня не было давно. Так, вот, смотрите, у нас есть прекрасные фотографии. Здесь девушка не будет возражать, где видно и лицо, и формы. Что-то можно подубрать. У нее все прекрасно. На самом деле, я всегда очень... Мне становится грустно, когда кто-то хочет изменить свою внешность, потому что я придерживаюсь той позиции, что каждый человек прекрасен. Но в то же время, существуют такие загоны каждого, что что-то нужно подобрать. И таким образом, вот, мы можем добавить здесь скулы. Эту функцию я сейчас взяла. Контур, потому что здесь она работает более жестко. Допустим, так. Девушки любят большие скулы. Глаза. Тоже уборщить глаза, брови. Можно отдельно работать с бровями, когда у кого-то что-то там плохо вышло. Вот. Вот. Убольшить их уменьшить. И здесь волосы можно с помощью функции контр придать объема. Вот. Добавляем объем здесь. Ну, девушка правильно заметила, что когда мы добавляем что-то одно, у нас сплывет что-то другое. Поэтому просто стараемся той же функции немножко это прибрать. Вот такой вот объем. Ну, и сами понимаете, да? Если кому-то что-то нужно. Так. Есть какие-то вопросы касательно фейстюна, либо вот именно этих фотографий, ой, не фотографий, а приложений, которые есть здесь, потому что, мне кажется, я очень скомканно об этом рассказала. На самом деле нет какого-то определенного количества времени, потому что что-то вышло идеально, а что-то нужно вот и грязь, и себя, и другое. Так что, ну, хорошо, примерно в среднем минут 15 на фотографию. Бывает, у меня были фотографии, которые я обработала час. Вот час на фотографии, это, конечно, я вам не покажу, какая-то фотография. Постарайтесь найти сами. Так, ну вот, приложение, которое мы сейчас с вами разобрали. Есть вопросы? Что-то еще раз сказать? На самом деле, насчет глубины резкости я не очень осведомлена в этом, однако я все равно часто использую этот режим, и меня он устраивает. Конечно. Не знаю, меня всегда все устраивает. Вам нужно задать вопрос внизу, вам на него более профессионально ответят. Я отвечаю людям, у которых они возникли. Если у вас iPhone младше, чем iPhone X, то глубины резкости у вас не будет. У вас все будет резко. Держи не получится. Ну, а вот именно глубина резкости, которую можно регулировать в этом. Глубина резкости, которая получается уже возникли. То есть вы говорите о двух метрах, а то, что дальше двух метров будет не резко. Если у вас будет восьмерка, например, или шестерка, то у вас все будет резко. Не знаю, у меня все всегда работало прекрасно. У вас, потому что не восьмерка, или шестерка. У меня восемь плюс, восемь плюс. Восемь плюс, но у вас два объектива. Да. Ой, какая там происходит яркие обсуждения. Так, давайте еще раз. По этим программам есть вопросы. Они сложные. Возможно, вы хотите знать что-то побольше. Но давайте еще раз. Snapseed. Очень быстро Snapseed. Это сделать какой-то объект ярче, либо темнее. Например, здесь вот видно, что затемнен участок здесь. Я его там выстрела. Вот именно программой выборочная коррекция. Я себе именно на этой фотографии... Вот, еще что я хотела рассказать про Snapseed. Есть здесь такая функция. Мне кажется, каждому хотелось однажды, чтобы накладывать на фотографию именно в том участке какой-то отдельный фильтр. Например, чтобы у вас в каком-то участке, например, было только темно, либо светло, либо ярко, либо холодно. И это как раз тоже Snapseed. Так. Как же мне найти ту фотографию, которая сделана там? Давайте вот здесь. Также функция инструмента. Выбираем кисть. И выбираем температуру. Я очень часто именно этой функцией делаю себе небо, цвета неба. Потому что очень часто сейчас у нас происходят вот эти вот пасмурные погоды, когда небо просто серое либо белое, но хочется, чтобы было больше цвета на фотографии. Поэтому выбираем температуру. Температура выше — это как раз-таки сделает вашу фотографию более яркой, либо температура ниже. Это прибавит голубизны фотографии. И просто именно вот этой функцией я себе прессовываю голубоватое небо. И можно подумать, что как раз-таки был солнечный день, солнце зашло за тучку. И вот сейчас мы берем ненужный нам объект. Вот можно видеть, как небо поменялось в свой цвет. Также я делаю на той фотографии, где показывает. Чтобы здесь посмотреть, как было до-после, эта функция вот здесь находится. Тоже задержать. Вот до, вот после. Вот здесь. Это тоже Snapseed. Snapseed — точная коррекция. Кисть — убрать, добавить цвет. Photoshop Fix — работа с объектами. В Score — это перспектива, либо мелкие инструменты. Union — добавлять, убирать объекты. И Lightroom — это работа с цветом. Так. Все понятно? Супер. Так, и вот дальше у меня есть еще такой небольшой бонус к лекции. Это приложение, которое я очень-очень редко использую именно в своем профиле, но использую их и для Stories. Например, это приложение, вот с помощью какой-то сделанной фотографии, это приложение Unfold. В нем можно делать такие коллажи. Я сейчас вам даже его открою и покажу, как оно работает. Вот здесь у него такая вот уконка. И с помощью него можно скомбинировать очень много разных коллажей. И огромный его плюс — то, что можно совмещать и фото, и видео в одном коллаже. Я это, кстати, даже сделала сейчас, пока ехала сюда. Так, это выглядит вот так. То есть два таких ретро-снимка на одном фото, на другом видео, и работает оно вот так. На одном снимок, а на другом видео. Очень многие всегда про него спрашивают, интересуются. Выглядит очень эффектно. И добавить можно абсолютно разные фотографии в разном количестве и в разных рамках. То есть вот мы нажимаем на плюс, выбираем рамки стандартные и бесплатные, которые есть здесь. Дальше идут уже платные. Можно также добавлять здесь и текст, и видео на одном. Вот, например, здесь, а это уже платные. То есть стандартные, только вот CS1. Вот это, вот это. Очень много разных рамок. CS3. Да, вот так можно сделать такие тоже ретро-рамки. Сейчас покажу. Вот, это работает так. Просто очень, как раз таки, это приложение, оно создано для Stories. Сразу этот формат фотографии для Stories, это 9 на 16. То есть она, в принципе, такая поддолговатая. Потому что айфон делает фотографии в формате 4 на 3. Честно говоря, я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Ну, давайте, может, здесь попробуем найти вот такая. Вот есть рамка, например, добавить сюда. Белый фон, Инстасайз, наверное, да, скорее, Инстасайз. Приложение. Ну, оно прям было еще задолго тоже, я помню, что у меня вела свой Инстаграм именно в этих белых рамочках, как многие. Здесь как раз тоже очень круто, что можно добавить фон на фон. То есть вот, получается, одна фотография на другой. Можно их двигать, стирать. Вот. Абсолютно по-разному. То есть это тоже такая прям свобода для творчества. Если вы хотите что-то придумать, то, казалось бы, с обычной вот, которая здесь выглядит, обычная белая рамочка, да, вот мы выбрали вот эту. Но сделать с ней можно много разного всего. Здесь одна фотография, сюда можно добавить абсолютно другую. То есть это убрать и добавить вот эту, например. Или видео, да. Видео будет у вас вот по этой стороне идти. Можно тоже, кстати, попробовать, как это все выглядит. Например, не знаю, тоже что добавить. Вот такое вот видео. Мы это сохраним. Сейчас должно очень быстро пройти все. Либо видео будет посередине, сбоку. Ну, да. Это продолжение unfold. Сейчас. Вот, видите, у нас получается, да, по краям идет видео, которое мы выбрали, либо фото. И также можно все сдвигать, убирать. Но еще раз говорю, это приложение было создано для Stories, потому что идет сразу формат 9 на 16. Так что если вы хотите ввести Инстаграм в таком стиле, то мне кажется, что это не совсем подойдет. Но свобода для творчества есть огромная. Список? Давайте. Вот оно здесь, unfold. Либо вот такие тоже сейчас модные ретро-рамочки. Все тоже про них постоянно спрашивают, что такое, что такое. Это вот unfold. Как я уже упоминала, сначала оно идет бесплатное, то есть пак рамочек. Остальные же, например, как здесь, вот F1, эти рамочки я покупала. Вот так вот, либо фото на фото, тоже интересно. Допустим, так. А в каком приложении? Нет, я говорила, что там есть и платные, и бесплатные. Но они на самом деле стоят своих денег. Некоторые да, некоторые нет. Нет, они сразу, то есть если покупаешь приложение, то сразу все, все функции идут уже бесплатно. Либо есть приложение с подпиской сейчас тоже популярное. Ну, таких в моем списке нет, но бывает. Так, список. Возвращаемся к списку. Unfold. Приложение Afterlight. Я думаю, что все его знают, оно существует с незапамятных времен. Пони вшел с труб, кто знает про Afterlight? Ууу, ладно. Хорошо, мы еще здесь немножко задержимся. Так, Afterlight. Заходим в Afterlight. Это приложение первое, за которое я отдала деньги, наверное, еще года три назад. Покупала я его исключительно из-за функции, которая сейчас абсолютно не в моде. Но тогда мне казалось, что это что-то невероятное. Так, мы возгружаем фотографию. Это, кстати, тоже очень достаточно мощный редактор. Это, сейчас я вам покажу, это вот такая вот штучка, когда выбираете, вот так вот делать. Очень красиво. Спасибо, да. А как это называется? И тут можно, кстати, менять фон. Вот, вот, что я купила. Я хотела поменять себе фон. Но нужно купить, конечно же, да. Давайте я просто сейчас по порядку все расскажу. Приложение тоже достаточно сильное, как редактор. Все ушло опять. Давайте так. Приложение сильное, как редактор, потому что здесь есть функции тоже clarify. Это, кстати, есть не во многих. Можно, оно добавляет такое свечение на фотографию, либо убирать, либо добавлять. И детализацию добавляет тоже. Мне кажется, украшение, если добавлять в мере, то будет очень хорошо. Контраста. Это у нас яркость, насыщенность, точнее, фотографию. Опять насыщенность. Экспозиция. Но экспозицию здесь тоже я советую не поднимать, все-таки возвращаться к Lightroom и использовать экспозицию на Lightroom, потому что здесь она достаточно жесткая и добавляется таким сразу с фейдом, который он не нужен абсолютно. Тени. Вот еще мне очень нравится использовать тени тоже. Достаточно сейчас популярный эффект. Можно вот заметить, что является такая фейд. Shadow. Вот добавили сюда. И почему я включила фотографию в этот список? Потому что здесь находятся ретро-эффекты, которые сейчас так популярны, потертости, которые я добавляю именно на каждую свою фотографию. Это вот Dusty. Мы выбираем, и здесь есть разные потертости. Вот здесь такой вот. Да. Что такое? Так, да, Dusty. Я всегда использую на каждой фотографии эффект 0,2, но убираю его немножко пониже, потому что помимо того, что он добавляет потертости старой ретро-фотографии, такой пленочной, он еще и добавляет желтый цвет. Это вот можно видеть. Такой даже зеленый скорее. Поэтому я использую обычно примерно на 41-42. И множество разных других эффектов, тоже пленочных фотографий. Это вот похоже, кстати, на снег. Я помню, тоже использовала на некоторых. Вот такие точки. Очень популярные сейчас тоже. Ну, их тут огромное количество. И точки можно как оставлять белыми, либо менять на черный. Это вот кружок перечеркнутый. Вот так вот. И будет тоже старая пленочная фотография, но немножко в другом ключе. Вот. Ой-ой-ой. Да. Так. Еще такие вот у нас функции добавления лучей. А это тоже все вот в этом, да. Light leak. Вот здесь. Да. Ну, просто вот паки. Вот эти два бесплатные, а те остальные бесплатные. Ну, это тоже добавляет такой перчинку ретро. Абсолютно разные вещи. И что мне нравится, что можно менять прозрачность. То есть мы не оставим это так на фотографии, но нам нравится, и мы немножко уберем. То есть можно брать вообще, можно добавить только чуть-чуть. Вот таким вот образом. Также можно их переворачивать. Вот такими вот этими штуками. Light leak. Это пак, да, бесплатный. И менять цвет. Тут есть предложенные цвета, которые вот мы нажимаем на кружочек с палитрой, и меняются цвета. И также еще скажу еще раз, что можно убирать прозрачность и непрозрачность этого всего. Это подходит не на все фотографии, но все же бывает очень нужно. Также фотографии здесь можно обрезать, повернуть и выровнять экспозицию. Вот сделать либо так, либо вернуть. Вот. Но это я тоже люблю делать вовско. Так. И наложение слоев есть. Это как июнь, он только намного-намного проще. Просто берем, выбираем другую фотографию, например, эту, и у нас накладывается слой на слой. Сейчас загрузится. Почему-то очень долго грузится. Так, да. Вот. И таким образом мы совместили две фотографии, но здесь нельзя ее менять, нельзя... Да, нельзя двигать. То есть это можно сделать в июне намного интереснее, чем здесь. То есть это все стандартно. Либо так, либо так. И ничего с ним не сделаешь. Поэтому только июнь в этом плане. Так, вернемся к списку. Вот. Это было приложение Lightroom. Еще раз. Добавление эффектов потертости. Дальше на фотографии здесь я добавляла эффект луча солнца. Достаточно тоже популярный, сейчас эффект. Можно в нем делать и снег даже, и какой-то шиммер. Нет, это приложение Lens Distortions. Оно выглядит иконкой вот так. Вот здесь. Нажимаем на нее. И, собственно, давайте на примере этой же фотографии. Тоже супер все утрировано. Здесь представлен пак из фотографий. По-моему, оно, кстати, бесплатное. Выбираем пак из фотографий, и можно добавить либо вот лучи солнца. Здесь, допустим. Можно двигать, размножать, уменьшать. Так что тоже огромный полет для творчества. Сделать либо такой большой луч, либо повернуть его. И очень удобно, что здесь можно выбирать и интенсивность этого всего. То есть здесь он такой детализированный, а можно сделать его более мягким, чтобы он был похож больше на круг. Либо яркость этого луча, чтобы он был совсем яркий, либо совсем маленький. Маленький. И опуси — это тоже непрозрачность. Вот. Я часто добавляю на фотографии, не свои, у меня есть клиент, который любит такой шиммер, эффект «Алиса страны чудес», так скажем. И тогда я добавляю эффект вот этой вот такой тоже размыленной, разблюженной фотографии. Очень удобно, что можно крутить ей и вставлять так, как вам необходимо. Менять цвет даже. Очень много всяких позиций, в нем лучше разбираться. Вот color. И выбирайте тот цвет, который вам необходим. Поворачивать. Яркость. Контраст. Очень много всего. Это приложение Lens Disturgence. Так, дальше. Приложение Bazaard. Но на самом деле, тоже я включила сюда больше как для фана, потому что он выполняет такую же функцию, как и Union, только Union в миллион раз тысяч сильнее. Bazaard — вставлять, накладывать слои, вырезать. Выглядит это вот так. Но скорее тоже сделано так, просто повеселиться. Тут есть примеры работ. Добавляйте туда и сразу текст, и фотографии, и эффекты. То есть сейчас лучше, наверное, показать вот на такой вот фотографии. Ну да, здесь выбрали фон, выбрали стаканчик вот с рыбкой и наставляли сюда много облаков, много этих штук разных. Но это тоже, это та же самая работа Union, только больше для веселья. Так, дальше идет у нас приложение Hujji. Приложение Hujji — это такая ретро-камера, в которой вы изначально не можете ничего редактировать, только делать в ней кадры. То есть вот последняя фотография. Это сделано на него. Сейчас я покажу, как она работает. Оно такое еще, кстати, достаточно интересное. Оно не будет работать, пока вы не бьетеете глаз, я не знаю, как это работает, потому что нужно закрыть камеру или как? Как включить? Обычно вот говорите, поднесите глаз, и все заработает, но что-то не хочет. Окей. Как? Я не понимаю. Так, хорошо. Да, и вот все, что можно здесь сделать, это всего лишь включить вспышку, либо сделать фотографию. Давайте попробуем, не знаю, без вспышки сделать фотографию. Вот так. И сам он подстраивает всегда рандомные какие-то эффекты, непонятные, но вставляет, как тоже очень многим нравится, вот этот вот значок года, который, кстати, 98-й, почему-то непонятно здесь. И немножко такой разлюренный эффект получается, по краям можно видеть, потому что такой глич, как называют. И, в принципе, оно просто тоже веселое, если вы хотите делать ретрофотку, то это приложение хуже. Вот здесь. Я знаю, кстати, профили блогеров, которые ведут исключительно свои фотографии, делают только на него. Так. Дальше приложение Теза. Я вам показывала примеры позирования девушки, которая ходит, бежит и создает классные кадры. Она выпустила недавно свое приложение и продает в нем свои пресеты. Пресеты — это тоже такой список фильтров, настроек. И в нем я тоже люблю добавлять такой dust, потертости. Это вот находится вот здесь. И выбираем из этого пака то, что вам необходимо. Вот видно. Бывает, что я комбинирую эту потертость из Тезы приложения либо из Afterlight и смещаю их вместе. Вот так это выглядит. Тоже можно менять интенсивность этих потертостей вправо-влево, вверх-вниз. Есть тоже основные такие настройки, которые есть во всех приложениях, но у нее очень классные эффекты именно в плане фильтров. То есть я иногда тоже подобрала себе сама цвет в Lightroom, но чего-то мне не хватает, не хочу, чтобы она была более яркая и интересная. У Тезы очень красивые сами по себе настройки. Я часто использую функцию тости, только убираю ее примерно на 20. То есть тоже, если фотографии любят до-после, у нее очень классные эффекты. Если выбирать из готовых фильтров, это лучшее, то, что мне больше всего нравится. Mood. Использую для Stories обычную такую фотографию. Ой, такой эффект, такой фильтр. Да, и, собственно, интенсивность этого всего можно тоже регулировать. У нее приложение вообще по подписке, да. Нужно платить за месяц. Ну, просто это девушка-блогер, которая как раз-таки зарабатывает на своих собственных пресетах, она продает и пресеты для Lightroom, либо приложения, поэтому тут нужно за труд платить. Да. Вот. Так что для готовых фильтров я советую, готовых фильтров, я советую именно вот его. очень нравится мне еще Fresh, такой свежий. Вот. Готовь фильтры и это Теза. А вам не нравятся фильтры Теза? Не очень. Вот прям, я не знаю, я гулька говорил, что Теза для меня Intel, мне очень нравится, как она комбинирует и составляет эти настройки для цвета, поэтому прям я фанат, можно сказать. еще раз, как сохранить? Если печатать фотографию, готовы? Да, готовы. Какой максимальный формат используешь, чтобы видно? на самом деле я не очень в этом освещении. Да, я не печатала никогда фотографии, но опять же, я еще раз скажу, что лучше использовать RAW, и в нем намного больше пикселей. То есть RAW-формат, он для печати потом будет хорошо. Вот в приложении Lightroom есть своя камера вот здесь, и вот тут можно фотографировать в формате RAW. Да, вы просто фотографируете, там делают формат RAW. Там нужно выбирать JPEG, RAW, и очень просто. Так, а? Так, и приложение, про которое я еще не рассказала, это приложение фонта, но это тоже такое скорее for fun, это если вам нужно добавить на фотографию текст. То есть выбираем фотографию, загружаем, ту, которую мы сделали, вот на нас грузится. И тут можно добавить, ой, прошу прощения, у нас это фонд, фонд для видео, кстати, тоже запоминайте, если вам нужно добавить текст на видео, это фонд, а для фото используется фонд, они очень похожи, мне кажется, что у них один производитель. Также загружаем здесь фотографию, это либо сделать фотографию, либо ее, так, фотоальбус, либо ее загружаем, фонта, да, для видео вон, тоже очень советую, я часто его использую. и вот мы предварительно предлагаем сделать какие-то настройки, набросить цвет, ну, допустим, нам нравится прикольный нуар, хорошо, done, и после этого мы выбираем тот участок, куда мы хотим нанести текст, просто тыкаем сюда пальцем, появляется это add text, ну, допустим, мы напишем nice day in Berlin, просто такое суперпростое, но тем не менее, я очень люблю добавлять его на фотографии, делать такие, как субтитры, поэтому я ставлю его вниз в фотографии и помещаю его да вот сюда, можно выбирать размер этого всего и, собственно, выбирать тут тот шрифт, который нам нравится, это называется want, вот, их тут огромное количество, ой, не здесь, вот здесь огромное количество, вот, можно здесь выбирать по-разному разные эти тексты, допустим, так, но чаще всего вот у меня есть сохраненное избранное, я использую вот этот Italian, его также можно двигать, поставить на середину фотографии, спустить вниз и двигать вот таким вот образом либо самостоятельно пальцем, вот так, так что, да, приложение тоже для текста, но использовать его не часто нужно, вот, и, собственно, еще раз все эти приложения, которые я использую. последнее, с текстом, да? Извините, сейчас мы вас выслушим, так, приложение фонта, вот оно, текст, фонта, да, прошу прощения, еще раз, допустим, стройцы, которые двигаются, чтобы выбегали, текст, выбегался, 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 ну тогда нужно использовать приложение, да, именно для видео, потому что это уже получается не формат, это вот, вот смотрите, еще раз я сейчас покажу, что фонта, это текст на фотографии, вот это видео, тоже часто там работаю, так, ну сейчас покажу полный список по всему, надеюсь, что вы почерпнули все, что это новое, спасибо!